Сказка странствий Надежды Пророковой. В мастерской современного искусства шестой этаж открылась персональная выставка художницы. Такое название, по словам автора, хорошо отражает суть работ, представленных на обозрение публики. Сказка, наверное, относится к детству, потому что она такая наивная, сказочная. А странствия, потому что непосредственно многие картины были сделаны по мотивам путешествий, и как реальных, например, в Крым, так и мыслительных в подсознании. Надежда Пророкова не скрывает, что в реалистичную живопись ей всегда хочется привнести что-то из своего внутреннего мира, как-то переосмыслить действительность и даже совместить несовместимое. По такому принципу, например, написана картина «Море в огороде», где рядом с деревянными домишками плещут волны. А на другой работе вдоль Ивановского проспекта строителей появляются пальмы. Надежда Пророкова известна ивановцам по комиксам о розовом Бурылине, который гулял по современному Иванову. Но их, к слову, художница решила не выставлять. Зато представила комиксы на детскую, цирковую и даже политическую тематику. Этим видом творчества художница занимается уже на протяжении семи лет. Наверное, все дело пошло с увлечением чтением комиксов, хотя сейчас я больше рисую, чем читаю. И темы, наверное, тоже в некотором роде авангардные. Мне, конечно, нравится классическая супергеройская тема, но не в своем творчестве. Я, как в некотором роде сюрреалисты, в комиксы привношу что-то такое авангардно-сюрреалистическое в своей манере. Комиксы в Иванове делают многие, но, как правило, оставляют это творчество для себя. Надежда Пророкова к такому типу художников не относится. Своим творчеством она готова делиться, причем призывает зрителей не просто посмотреть на ее работы, но и поразмышлять над ними. Надя – это не просто современный художник, который активно работает в популярном сейчас жанре, делая его по-настоящему художественным и авангардным. Надя еще – это мыслитель, философ и писатель. И поэтому ее комиксы – это не просто интересные картинки, хотя уже даже если бы это было так, это было бы уже интересно и достойно выставки. Это еще и размышления, за которыми надо следить, в которые надо как-то вдумываться и действительно даже не просто один раз прийти прочитать, а прийти прочитать, подумать и еще раз прийти, чтобы как бы поговорить с художником. Эта персональная выставка в творческой биографии Надежды Пророковой не первая, но, пожалуй, самая полная. В мастерской современного искусства представлен широкий срез того, над чем художница работала в последние годы – от иллюстраций к сказкам ивановских писателей до морских пейзажей. Стоит отметить, что живопись и графику Наталья Пророкова продемонстрировала впервые. Елена Белова, Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново. Продолжение следует...